На телеканале Юганск новости. Здравствуйте, в студии Кристина Кочерова. Срочная эвакуация сегодня произошла в 16 микрорайоне. Нефтьюганцы обнаружили подозрительный пакет в здании 2-й взрослой поликлиники. Не прошли мимо и не растерялись, а срочно позвонили в дежурную часть полиции. На вызов бдительных горожан тут же отреагировали местные спецслужбы. Происшествие случилось в 9 утра. Всем горожанам, находившимся в поликлинике, сообщили о срочной эвакуации. Сказали спокойно, одеться, выйти. Народ не возмущался, оделись и вышли. Все организовано, паники какой-то не было, все тихо, мирно, оделись и вышли. Тем временем здание 2-й поликлиники обследовали спецслужбы. В пакете, который стал причиной эвакуации, никаких взрывчатых веществ обнаружено не было. Спустя 45 минут медики и пациенты вернулись в учреждение. В свою очередь полицейские в очередной раз напоминают. При обнаружении подозрительного предмета ни в коем случае нельзя подходить к нему близко. Предупреждаем проявление максимальной бдительности. Кроме того, не использовать сотовые телефоны вблизи данного бесхозного предмета. Желательно не курить. Если чувствуется отчетливый запах миндаля, это тоже говорит о том, что внутри данного предмета может находиться либо взрывное устройство, либо вещество взрывчатое. Если все-таки вы обнаружили, позвоните в дежурную часть полиции, которая уже обеспечит и оцепление данного места происшествия, данного объекта и проведет соответствующие необходимые мероприятия. Что скрывает кабинет номер 13? В нашу студию поступил звонок с просьбой о помощи. По словам сотрудников Юганск-НИПИ, в течение трех дней их офис оккупировали и блокируют работу. На место выехала наша съемочная группа. Вы заходите в наше здание и ходите как у себя дома. Мы даже себя так не чувствуем в своем собственном здании на рабочем месте. Так называемыми захватчиками оказались сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями по Югре. В ходе выяснения обстоятельств нам стало известно, что процессуальные действия этих сотрудников проводятся в соответствии с законом. В этом мы убедились, связавшись с окружным управлением МВД России. В дежурной части МВД России по городу Нефсюганску зарегистрирован материал проверки по сообщению о невыплате налогов на достаточно большую сумму. В рамках работы по данному сообщению сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями противодействия коррупции МВД России по Хмао-Югре проводят комплекс необходимых разыскных и следственных мероприятий в рамках предварительной проверки. Изначально проблем с предоставлением требуемых правоохранительными органами документов не было. С вечера до поздней ночи проводилась проверка. По просьбе Юганск-НИПИ сотрудники ОБЭП приостановили действие, опечатали кабинет, в котором хранится документация, и договорились о перенесении процедуры на утро следующего дня. Тут и начались разногласия. Были описаны документы, протокол осмотра места происшествия. Положен из них архив, потому что протокол мы полностью в ночное время приостановили его. Понятыми протокол внесли. Положили вот эту дверь, расписались понятыми. Ключ отдали директоры. Почему ключ отдали директору? Потому что в случае всякие форс-мажоры, пожары и все остальное, чтобы быстро вскрыли. Форс-мажор не заставил долго ждать. В день запланированного продолжения проверки ИО руководителя в тяжелом состоянии увезли в больницу. Ключ вместе с ним. Директор предприятия находится в другом городе, тоже на лечении. Третьего лица, исполняющего обязанности руководителя, сотрудники не нашли. А без него отказываются открывать кабинет с документацией. И наши препятствия забрать документы, которые унесены в протокол осмотра местного происшествия. Сотрудники Юганск-НИПИ обратились за помощью к адвокату. Он уверен, что правоохранительные органы должны покинуть здание. Их присутствие здесь не обосновано. Сотрудники полиции здесь в третий день находятся, в настоящее время. Сегодня пришли в 9 часов утра, около 9 утра, и просто находятся в помещении. Сотрудник полиции отказывается заполнять протокол осмотра места происшествия, отказывается принимать замечания адвоката на этот протокол. Значит, не аргументирует тем, чем обосновано данное следственное действие и его неотложность. На данный момент стороны так и не пришли к какому-либо выходу из ситуации. Сотрудники в архив никого не пускают. А представители ОБЭП для предупреждения о утечке документов намерены также оставаться в здании. Дарья Прокопович, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». По городу будет курсировать «Экомобиль». Молодежь нефтеюганска сегодня презентовала различные инициативы. От экологических до толерантных. Победители получат на реализацию идеи по 46 тысяч рублей. Тренажер для развития мозга у социально неблагополучных и бывших заключенных, массовое внедрение шахмат и воспитание культуры правильного питания. Всего на конкурсе 13 программ. Клуб молодых семей предлагает сделать настольную игру «Наши соседи». Лето – это пора активного отдыха. Это период, когда использование игровых технологий особенно эффективно. А так как удобный формат игры, настольной игры, поможет участникам получить представление о людях различных национальностей, а также познакомиться с другими культурами. Десятая школа предложила провести в этом году уже третий рэп-сэйшн, причем расширить формат за счет авторской песни и шансона. Волонтеры из второй хотят научиться языку жестов для общения с детьми-инвалидами. А вот 14-я школа презентовала «Мир без насилия и жестокости». Однажды в нашей школе случилась история с девочкой, которой была необходима помощь. У нее была сложная и единственная ситуация в семье. И мы помогли ей в этом. И после этого случая мы решили, что, возможно, такая ситуация не единичная. Еще одна программа – экологическое движение жителей Нефтьюганска. Вот такие ящики для сбора батареек хотят размещать в каждом подъезде. А еще призывать горожан отказываться от полиэтиленовых пакетов, а детей собирать крышки. Крышки от бутылок. Мы их также собираемся брать в сайли, как в школах учебного заведения. Но цель этой акции будет. Та школа, которая соберет определенное количество крышек, у нас есть наши партнеры. Это компания «Чистый город». В нашем городе все занимается вторичным сырьем. Она у нас будет приобретать определенную сумму. На эти деньги мы будем приобретать саженцы. В рамках проекта в городе должен появиться специальный эко-мобиль. Он будет принимать у горожан вторсырье – от бумаги до сломанного телефона. Победитель в каждой из шести номинаций конкурса получит на реализацию по 46 тысяч рублей. Наталья Платонова, Алексей Фоминцев, телерадиокомпания «Юганск». 55 лет вместе и все так же влюблены. Две нефтеюганские семьи сегодня отпраздновали изумрудную свадьбу. Поздравления в честь юбилея Крыловы и Фроловские принимали в городском ЗАГСе. Им есть чем гордиться. Галина Сергеевна и Юрий Михайлович Крыловы идут по жизни рука об руку долгих 55 лет. Вместе переехали из Пермской области в Нефтьюганск в 83-м году. Здесь вырастили и воспитали троих детей. Теперь с улыбками вспоминают историю своей любви. Ведь познакомились еще будучи студентами. Я стою на козлах, набиваю дранку, а он меня взял и приколотил. Мои башмаки фазоошные, вот там такая подошва резиновая. Он взял и приколотил меня к этой козлине. Я туда-сюда не могу шевельнуться. Шалость переросла в драку, вспоминают юбиляры. Чувства не заставили себя ждать. И в скором будущем Юрий и Галина поживились. У Марии Павловны и Алексея Николаевича история тоже счастливая. На север Чита Фроловских приехала из Волоколамской области. В семье четверо детей. Младшая родилась, когда Марии Павловне было уже больше 40. За хлопотами о детях супруги не заметили, как прожили вместе более полувека. Три села работал. По энергетике, по радио, вот на когтях лазил по столбам. И, говорит, из трех сел я выбрал только меня. Ой, ухаживал, знаешь, как хорошо. Всех ребят подбивал. Все боялись. Кулашник на кулачки же дрался. Ни один парень потом, мои друзья, никто не подходили даже. Достойный пример крепких нефтьюганских семей отметили не только родственники, но и власти. Памятные адреса юбилярам вручили от имени губернатора Югры Натальи Комаровой и главы нефтьюганском Сергея Дегтярева. Пусть в вашем доме всегда будут только тепло от улыбок и добрых слов. Здоровья, благополучия, счастья и, конечно же, любви. Глава города нефтьюганска Сергей Юрьевич Дегтярев. Поздравили Крыловых и Фроловских также сотрудники ЗАГСа. Каждой семье вручили памятный подарок и пожелали увидеться с ними вновь через пять лет. Елена Гайлиман, Алексей Фоминцев, телерадиокомпания «Юганска». И спеть и станцевать, учителя и воспитателей нефтьюганска, уже четвертый год проводит фестиваль «Педагог в зеркале искусств». В этом году их участвовало около трехсот. Лучшие номера победителей показали на заключительном галоконцерте. На галоконцерте наших педагогов сравнили с универсальными солдатами, способны на все – от исполнения эстрадных песен до народных танцев. В этом году фестиваль богат участниками. Всего их было 265. Кроме победителей, во всех номинациях наградили пятую школу за наибольшее количество номеров, а восьмую – за число выступающих педагогов. А вот Центр ДОП «Образование поиск» взял больше всех наград. С творческими успехами педагогов поздравили от главы города. Председатель Думы даже предложил учителям выступать на концерте к 50-летию города – уровень не хуже столичных звезд. Это четвертый год идет. Я думаю, что и дальше мы продолжим. Это будут действительно настоящие, хорошие учительские традиции нашего города. Народные эстрадные вокалы, танцы, юмористические выступления. На заключительном галоконцерте педагоги представили самые лучшие номера фестиваля. Инна Новикова, Наталья Платонова, Алексей Фоминцев, телерадиокомпания «Юганск». Ученики кадетской школы вновь стали лучшими во всей Югре. На региональном этапе всероссийского конкурса «Казачий сполох» наши уже в шестой раз одержали победу. Отметим, казачьи классы в четвертой общеобразовательной появились в 2011 году. С тех пор учащиеся и занимают лидирующие позиции. Строевая подготовка, история казачества, материальная часть стрелкового оружия и другие этапы конкурса. Каждая из которых местная команда прошла с успехом. Более того, ученик четвертой кадетской стал лучшим стрелком округа. В этом году на конкурс попала смешанная команда кадетской школы. Так, защищать честь города отправились как опытные участники казачьего сполоха, так и новички. Самое главное было не подвести тех, кто уже пять раз подряд побеждал, то есть старших ребят, то есть тех же, с кем я ездил, которые второй раз ездили. Самое главное было не подвести их. Александр Тарасов выступает с командой второй раз. Признает, в регионе нашему городу равных практически нет, чего нельзя сказать об участниках общероссийского этапа. Там очень высокий уровень, там очень надо много стараться. Там не так, как в оригинальном этапе. Там кубанцы, они очень сильные, они там всех рвут, просто мечут. Это вообще огонь. И тем не менее, казаки Нефтьюганска дважды занимали призовые места на России. В этом году ребята вновь планируют попасть на заключительный этап конкурса. Шансы есть. Соперниками на сегодня для наших остаются лишь лучшие казаки из Ямала и Тюмени. Кто из трех команд будет защищать честь Югры, узнаем позже. Напоминаем, завтра в 12 часов по местному времени состоится вебинар для родителей, организованный Национальным фондом защиты детства. 8 апреля начинается курс, посвященный воспитанию детей младшего школьного возраста. Он продлится 7 суббот. Как правильно общаться с детьми? В чем кроются причины конфликтов с ребенком? Как их правильно решать? Можно ли избежать наказания? Если наказывать, то как? Возрастные кризисы. Это лишь часть тем, которые будут обсуждаться в ходе вебинара. Проводить его будут лучшие психологи страны. Чтобы принять участие в интернет-трансляции, достаточно зайти на сайт нашего центра Веста, найти ссылку на вебинар Фонда защиты детства и зарегистрироваться. Такая форма обучения позволяет получать знания в удобное для вас время, в домашней обстановке и гарантирует конфиденциальность. Готовимся к выходным. Тем более программу город обещает насыщенную. Для тех, кто хочет выразить свою гражданскую позицию, в субботу в 12 часов пройдет митинг против террора на юбилейной площади. А в воскресенье юные горожане даже проведут флешмоб «Дети против террора». Он начнется в 14.00 возле культурного центра ОПЬ. В кукольном театре завтра необычная постановка. В 16 часов зрителям покажут моноспектакль по истории любви из жизни Эдит Пиаф. В субботу и воскресенье нефтьюганцам стоит поболеть за родную команду по мини-футболу. В «Жемчужине игры» пройдут соревнования высшей лиги. А для тех, кто неравнодушен к высокому искусству, 8 апреля в музыкальной школе имени Андреева пройдет конкурс фортепианных и камерных ансамблей. По соседству в библиотеке пройдет презентация книги об уважаемом нефтьюганце Борисе Нуриеве. Начало в 11. Организаторы обещают подарить гостям бесплатные экземпляры. Пойти всей семьей можно на праздник «Вороний день». Он начнется в час пополудни в этнографическом центре в районе лыжной базы. Национальные игры, мастер-классы, дегустация блюд народов ханты и игровая программа для детей. А еще всех нефтьюганцев ждут на международной акции «Тотальный диктант». Проверить себя на знания родного языка можно 8 апреля в 13.00. Площадки организованы на базе 2-й и 9-й школ, Центра молодежных инициатив и Политехнического колледжа. Не переключайтесь, сейчас в прямом эфире выйдет программа «Вечерний гость». Когда нужно задуматься о пенсии, стоит ли рассчитывать на государство, если хочешь обеспечить достойный уровень жизни в старости. В нашей студии сегодня начальник управления Пенсионного фонда. Оставайтесь на нашем канале. А у меня на этом все. Всего вам доброго и до встречи в эфире.